физкульт привет друзья и ученики в преддверии нового года хочу конечно же поздравить вас в первую очередь с наступающим новым годом с праздниками и сегодняшнего видео в первую очередь многим псевдо патриотам псевдо людям ведущим здоровый образ жизни может показаться не в тему но только на первый взгляд на самом деле вы уже очень часто и давно спрашиваете меня как я отношусь к алкоголю как я отношусь к тем или иным темам и как раз в этом последнем видео уходящего 2016 года я хочу с вами поделиться своими мыслями в первую очередь конечно же друзья еще раз всех вас и друзья и враги поздравляю с наступающим новым годом а жизнь мне показала что некоторые мои враги мне оказались дороже в плане жизненного опыта чем некоторые мои друзья и я уверен что у вас тоже таких псевдо друзей очень много как и у всех других затронем вначале тему алкоголя друзья я к алкоголю отношусь крайне негативно у меня были периоды когда я немножечко употреблял его никогда это не были запои никогда это не были тяжелые продолжительные пьянки и всегда конечно же мой организм крайне негативно на это реагировал сейчас я вообще полностью отказался от алкоголя и произошло это не только потому что я не хочу этого делать а вы знаете прекрасно что в современном обществе невозможно в принципе не пить потому что любые ваши друзья ваши вечеринки если они у вас есть если вы только конечно же целиком и полностью не посвятили себя спорту не закрылись в своей берлоге и ни с кем не общаетесь нас куча соблазнов окружают естественно она хочется выпить пивка приходится с этим бороться так вот пиво это в первую очередь бьет по нашей гормональной системе чтобы там не говорил цацулин друзья пиво враг мужиков пиво это самая первая причина того что растет живот первая причина того что нет хороших результатов от ваших тренировок от вашей диеты не будет никакого результата если вы позволяете себе пиво даже если это происходит один раз в неделю по пятницам вечером вы собираетесь друзьями и пьете пиво это однозначно вредно закон алкоголь это не лекарственный препарат и любые плюсы а от минимальных доз алкоголя действительно там есть плюсы но нужно понимать что все минусы от алкоголя перевешивают его любые плюсы и если вы патриот не просто пиздобол а к сожалению извините меня за такое высказание в современном обществе патриотизм равно долбоебизм и я вам расскажу дальше почему сразу хочу сказать я не затрагиваю тем политики все что я говорю если кто-то что-то видит в этом политику то это он видит отражение себя в моих словах я к политике крайне нейтрален если я буду говорить о своих взглядах религиозных политических это не понравится вообще никому серьезно реально и во первых потому что в душе я себя ощущаю индейцем настоящему индейцу как известно все всегда везде ништяк и это не шутка друзья действительно когда я приехал на родину увидите уже даже оговорки когда я приехал в америку именно в штат флорида у меня такое чувство как будто меня в детстве отсюда забрали и сейчас я вернулся на родину здесь все что меня окружает наполнено духом духом определенным которые я чувствую в деревьях в природе в земле в траве да я люблю россию тоже и те кто будет кричать что вот я там предатель патриот всех предал там не знаю чего еще друзья вы должны знать историю родился я и первые 18 лет прожил в молдавии так что перед тем как предать россию я предал молдавию 18 лет прожил в россии сейчас слава бога живу в америке и еще хочу сказать патриоты современные которые и думают что они патриоты кричат об этом везде не патриоты они у меня ассоциируются с геями которые тоже везде кричат сейчас почему-то о том что они геи мы натуралы с вами почему-то не кричим не ходим парадами и у вас не вызывает ассоциации что именно вот эти современные псевдо патриоты похожи вот на этих современных геев которым нужно обязательно кричать бить себя пяткой в грудь что я есть вот такой друзья посмотрите о том о чем говорят наши великие классики признанные во всем мире почитайте найдите как они относились к слову патриотизм при всем при этом я не призываю вас не любить родину не любить скажем людей которые живут вокруг вас вокруг нас настоящий патриот он не кричит о патриотизме он не ходит нигде парадами настоящий патриот пытается изменить себя изменить свою семью как ячейку общества изменить мышление вокруг себя тогда и вокруг вас изменяется мышление тогда изменяется ситуация и в мире который вас окружает не забывайте мир это отражение наших с вами мыслей и чувств если вы так живете это вас так устраивает если вы живете с женой и мужем и хаете ее где-то на стороне или его то это только вы дебил потому что продолжаете жить с этим человеком только от вас зависит от нас наша с вами жизнь посмотрите ведь если вы почитаете о том о чем жалеют люди когда умирают есть записки медсестр врачей вы будете в шоке никто не жалеет о том что там не заработал лишнюю тысячу долларов или не сходил на работу нет люди жалеют о том что мало времени уделяли первую очередь себе и во вторую тем кого они реально любили жизнь это огромный прыжок от рождения до смерти никто еще не смог избежать этого пути обязательно мы с вами все умрем так делайте и живите в удовольствие только ради себя кому-то это может показаться очень эгоистичным но если вы не будете жить ради себя вы никогда не будете жить ради кого-то другого это как если вы не любите себя вы никогда не полюбите никого вообще в принципе и запомните никто никому ничего не должен только вы должны сами себе быть счастливым идти по жизни путем счастья все остальное неважно здоровье деньги все что там нас окружает это все второстепенно если вы не счастливы счастье это показатель того насколько ваша жизнь успешна вы можете быть самым богатым и при этом быть самым несчастливым но можно быть самым бедными при этом быть самым счастливым человеком задумайтесь об этой философии еще почему я говорю что настоящий патриот он не курит и не пьет давайте разбираться что убивает наше общество почему государство от патриот который ассоциирует себя с государством это вообще самый настоящий дебил потому что современные государства насколько я знаю одно или два максимум три есть которые реально действительно заботятся по своих граждан и это не америка и тем более не россия конечно же не украина почему да просто посмотрите как относится государство к своим старикам и детям и делайте уже из этого выводы не может нормальное государство не заботится о детях и о стариках кстати америка в этом плане гораздо гораздо продвинутее чем к сожалению россия и украина если вы видели как здесь живут старики и какое отношение к детям вы бы подумали что вы попали в социализм действительно для меня америка когда я сюда приехал открылась совершенно с другой стороны и не потому что я сейчас здесь живу и пытаюсь нам как-то это все расхваливать нет действительно здесь школы и садики все абсолютно настолько социально и для детей что вы будете поражены вы не представляете сколько я знаю людей за эти четыре года почти что я здесь живу которые эмигрировали сюда и в первую очередь только ради детей и вы не представляете как дети поражены уже после первого дня когда возвращаются из школы но опять таки это мы отклонились от темы почему алкоголь и патриотизм несовместимы потому что друзья алкоголь это яд алкоголь убивает нас алкоголь убивает тех кто его употребляет и тех кто живет вокруг все все беды которые есть в любой стране они из-за алкоголя и первое на что следует обращать внимание относительно государства как она относится к своим людям это как во политика государства относительно алкоголя как бы вы не ругали мусульманские страны там где запрещен алкоголь это в первую очередь сделано для того чтобы заботиться о своих людях смотрите статистику которую вы можете легко проверить еще пару лет назад и в америке умирала 500 тысяч людей от алкоголя и в россии 500 тысяч людей от алкоголя что вы думаете сейчас на данный момент посмотрите и я думаю что это еще не совсем правдивые данные на данный момент 700 тысяч человек ежегодно умирает в америке и 700 тысяч человек ежегодно умирает в россии и вы продолжаете думать что патриотизм и алкоголь это как-то совместимо нет если вы считаете себя патриотом в первую очередь то что вы должны сделать это отказаться от алкоголя сами своим примером доказывать показывать своим детям что пить нельзя ни в каких дозах и ничего особенно в россии многие считают что пьют сибирскую корону балтику или что-то еще так как это русская и они являются патриотами друзья посмотрите кто владелец этих компаний посмотрите кто владелец в принципе любых крупных компаний по производству и продаже пива в российской федерации вы будете шокированы это все запад а вы продолжаете себя гробить не забывайте что днк меняется от алкоголя тот кто пьет алкоголь имеет риск что у него родятся дебилы что у него родятся дети мутанты в первую очередь это касается женщин потому что алкоголь убивает клетки репродуктивные и они не восстанавливаются по моему женщин определенный набор у каждой каких-то этих клеток и когда алкоголь попадает он убивает каждый раз определенное количество второе что когда вы употребляете любое количество алкоголя он разрушает ваш мозг и потом вы писаете именно клетками головного мозга это тоже не фантастика тоже факт кто не верит посмотрите многие медики об этом говорят друзья алкоголь когда в советском союзе был введен сухой закон многим это не понравилось но вы не представляете насколько изменилась в лучшую сторону абсолютно любая социальная жизнь алкоголь это где-то 90 под 90 процентов практически всех убийств 80 процентов ограблений где-то около 70 процентов правонарушений вообще всех и не буду говорить сколько потому что дальше я уже не помню вы всю эту статистику можете найти и почитать все беды вреды от алкоголя если хотите чтобы ваши дети ваши внуки были здоровыми не пейте и даже не храните дома никакой алкоголь и сейчас новый год на носу мы все с вами можем проверить себя кто из нас настоящий патриот я не призываю всех вас тех кто сейчас употребляет алкоголь сразу резко от него отказаться если вы этого не понимаете если вы этого не хотите но проверьте себя просто один новый год хотя бы вы можете провести без алкоголя насколько вы человек с большой буквы этого слова что для того чтобы вам веселиться отдыхать хорошо и свободно общаться с другими людьми насколько вам нужен алкоголь вы будете шокированы если вы не будете пить вам не о чем будет говорить с вашими друзьями либо вы дебил либо ваши друзья а либо все вместе и я на себе тоже такое проверял хотя я первый раз попробовал алкоголь уже далеко мне было за 20 но все равно друзья как бы грубо не звучали мои слова и я не пытаюсь никого из вас обидеть я пытаюсь донести до вас свою философию понимаете алкоголь повторяю это вред это яд когда в советском союзе от него отказались упали на 50 процентов убийства во всей во всем советском союзе а в некоторых городах до 80 процентов снизились убийства разбойные нападения они были и в советском союзе стали рождаться здоровые дети и вообще увеличилось количество рождаемости оздоровление нации было колоссальным почему государству не выгодно запрещать алкоголь каждый из вас должен задать себе этот вопрос если вы не понимаете почему то в принципе с таким человеком как бы нечего даже и обсуждать дальше хотя раньше и рассказывал почему государство никогда не запретит алкоголь и сигареты но стероиды запрещает это все очень просто современному государству не нужны здоровые люди не нужны умные люди особенно в нашу эпоху перенаселенности сейчас выгодно чтобы были плохое питание чтобы был алкоголь в свободной продаже и не нужно говорить что там после 10 он не продается какая разница все в нашей и в вашей стране могут позволить себе алкоголь и достать его не так сложно все вы это прекрасно знаете поэтому друзья только начав себя со своего внутреннего мира мы можем как то изменить ситуацию во внешнем мире и настоящий патриот как раз таки делает это начинает изменять мир свою страну свою семью с себя вот с этой ячейки общества если конечно это кому то нужно для чего придумал патриотизм для чего придуманы религии это все очень просто и смешно и понятно любому здравомыслящему человеку это придумано для того чтобы как говорил еще юрий цезарь разделяй и властвуй почему сейчас пытаются и очень удачно натравить украину против россии для меня россия украина белоруссия вообще один народ да и вообще какая мне разница какой вы национальности если вы хороший порядочный человек какая мне разница русский вы какой-нибудь европей с какой-нибудь представитель америки или украинец друзья главное быть человеком если вы говно мне все равно какой вы национальности вы говно и таких людей полно вот для того чтобы легко управлять людьми для того чтобы люди не перемещались из одной страны в другую даже из одного города в другой город это не выгодно государству выгодно чтобы вы родились бухали пахали и померли не дожив до пенсии это факт а естественно как вас еще удерживать в своем городе в своей стране если не псевдо патриотическими идеями я человек мира я родился и вырос на земле и какая мне разница как она называлась тогда называется сейчас или будет называться в будущем я против границ я против религий есть такой замечательный писатель данил андреев отец сын они и философы и писатели почитайте есть такая книга роза мира одно время ее пытались продвигать но сейчас они совершенно забыли это настоящий русский патриот для меня с большой буквы потому что он раскрывает как раз таки нам глаза на все эти проблемы он показывает что сильные мира всего которых вот такая единица внушают нам с вами псевдо этику псевдо религию псевдо патриотизм только для того чтобы иметь нас иметь наших детей наживаться на этом если вы умный здравомыслящий человек вы это понимаете конечно изменить это сложно система есть система но нужно уметь жить думать понимать матрицу мы все с вами смотрели это прекрасный фильм пусть он показал все это через притчу через метафору но нужно понимать почему что и как происходит мы никогда не узнаем что на самом деле происходит в мире управления и неужели вы думаете что люди которые печатают деньги а люди которые печатают деньги в принципе сейчас принадлежит все и доллар потому что доллар это не американская валюта и рубль это не российская валюта не россия не америка не имеют права как государство печатать деньги когда им это нужно почему да потому что банк центральный и америки и россии сейчас это частный банк это не государственный банк и нарушена конституция что в россии что в америке потому что в наших конституциях написано что только государство имеет право на эмиссию денег что же происходит в современном мире любой здравомыслящий человек видит и понимает всего на что направлена сейчас сила власть имущих это разрушать нас с вами это вводить промеж нас расовые религиозные политические разногласия чтобы мы с вами не могли найти общего языка чтобы мы с вами воевали друзья но нельзя так жить вы должны понимать что если бы государство действительно заботилась о своих людях то простых людей никогда бы никто не трогал конечно это утопия но если бы было так что вот хочет одно государство подчеркиваю государство воевать с другим не должны люди этих разных государств воевать между собой должны воевать президент вся его шайка все те кто его окружают и их не дети депутаты вот тогда не было бы вообще никаких войн любые бы конфликты в мире решались бы мирно либо каким-то другим путем решались но вы понимаете что такого никогда не будет и гораздо выгодно послать людей детей на смерть потому что война это один из самых крутых бизнесов самые современные богатейшие люди мира делали делают и будут делать деньги на войне россия один из крупнейших поставщиков оружия по всему миру америка содержит самую крупную армию мира кто не знает в америке много частных армий и во многих местах воруют именно воюют воруют именно частники поэтому друзья приведу простой пример я жил и в россии я живу в америке там и там я играл в хоккей общался со многим количеством разных людей в россии вот даже сейчас я вам задам вопрос как вы относитесь к американцам большинство из вас не задумываясь ответят то пидоры они и это правда многие так ответят но я специально задавал этот вопрос множеству простых американцев и они мне отвечали вопросом никто не говорил да гандоны там эти русские они меня спрашивали а кого ты имеешь ввиду народ или государство так кто из нас сейчас умнее в этом плане американцы которые никогда нигде не позволят себе даже в голову не придет написать на машине там путин чмо кстати многие очень уважают путина даже если не поддерживают его политику как же живут люди в россии обама чмо кто-то там еще чмо всегда кто-то чмо всегда кто-то виноват кроме нас друзья это политика и мышление быдло надо от этого отходить точно так же как нужно развеять миф о том что мы с вами или там славяне были алкоголиками нет это навязанная нам история никогда мы не бухали никогда алкоголь не был нашим мировоззрением о чем говорить у нас чумы то никогда не было мы мылись в то время как в европе в окно выливались помой нет я за здравомыслие я люблю россию я люблю украину я люблю америку но когда я говорю эти слова я не говорю о государствах несмотря на то что американское государство имеет любой другой народ кроме своего хотя своих они тоже имеют очень сильно и я не говорю о русском государстве которое имеет в первую очередь свой народ всегда и в любое время в любой век где какое государство с этой точке зрения лучше задавайте себе вопросы смотрите умных людей слава богу сейчас есть очень много блогеров каналов которые говорят показывают правду а правда кто-то скажет она одна нет друзья не бывает хорошего плохого нет правды может быть где то есть какая-то общая истина но мой более чем 40 летний жизненный опыт показывает что есть только свои и чужие и не всегда даже свои являются своими доверяйте только себе и своей семье смотрите конечно тоже кто в вашей семье но большинство из тех кто крутится вокруг вас особенно если выпуск из извините особенно если вы успешный финансово или вы известный человек большинство тех псевдо друзей которые крутятся вокруг вас просто рыбы прилипал и которые первыми отвернуться от вас и начнут забрасывать камнями это проверено уже не только мной не знаю что еще сказать в этом направлении я думаю вы все поняли как я отношусь к алкоголю и в заключении хочу сказать еще один пример представьте себе есть вещество а и вещество б от вещества а ежегодно умирают огромное количество людей от вещества а рождаются дети дебилы происходит убийство все беды что происходит в мире в основном из-за вещества а и она в свободной продаже было есть и будет вещество б медицинский препарат который показан очень многим людям и успешно применяется в медицине к сожалению применяется и в спорте в больших дозировках где приносит определенный вред здоровью но ни один человек еще не умер от этого вещества запрещен приравнен к наркотикам если вас поймают с ним вас посадят как за распространение хранения наркотиков друзья здравомыслящий человек какой препарат предпочтет или понимает о том какой нужно запрещать а какой разрешать делайте выводы сами я думаю те из вас кто смотрит мои ролики изучает материалы в интернете давно во всем этом разобрались поймите я не сторонник применения использования стероидов молодыми людьми я за то чтобы была правдивая доступная информация и если она будет даваться в школах если она будет печататься в журналах и правда будет на телевидении то молодежь даже не захочет принимать стероиды потому что им это не нужно гормональная система у подростков и так бурлит гормонами и принимая стероиды в подростковом возрасте в раннем юношеском возрасте вы только нарушаете себе вы только свою спортивную карьеру сможете загубить понимаете и еще когда вы курите вы должны понимать что вы вредите больше своим детям своей жене своим близким тем кто дышит этим дымом который выходит из сигарет потому что пассивное курение вреднее чем само курение объясню почему когда вы курите вы втягиваете в дым который быстро сгорает и этот дым в два раза менее вреден чем тот который от того что сама сигарета медленно тлеет это вообще такое концентрация ядов и вы позволяете дышать своим близким любимым людям этим говном друзья давайте раз и навсегда скажем себе что алкоголь и курение это яд это вред это убивает и давайте если вы патриот вы не будете пить и курить и этим докажете что вы реальный патриот а не просто балабо друзья увидимся как всегда следующий раз в новом году в новом году будет очень много интересного материала связанного с профессиональными тренировками тяга себастьян будет делиться с вами и со мной своими секретами густаво падал человек который два раза был третьим после роне коллимана на олимпии сейчас он тренируется и тренирует меня я естественно буду делиться и с вами этими знаниями о чем еще хочется сказать если вам не нравится или нравятся мои видео ставьте лайки ставьте дизлайки мне абсолютно все равно я не зарабатываю этим если вы хотите написать гневный комментарий и чтобы его видели другие он должен быть конструктивным без оскорблений и без мата пишите все что хотите это будет выкладываться кроме оскорблений в адрес других подписчиков или просто людей комментирующих то или иное видео или в адрес меня такие комментарии даже не пишите экономьте свое время потому что они блокируются системой и еще если вы хотите навредить каналу то наоборот не ставьте лайк или дизлайк для ютюба неважно что вы поставили лайк или дизлайк это я для троллей для тех кто не любит меня или мой канал ставя дизлайк вы все равно что ставите лайк это также помогает развитию канала спасибо вам безграмотные тролли увидимся в тренажерном зале надеюсь что этот год был для вас интересным познавательным и мы вместе с вами развивались на данном канале и получали полезный жизненный опыт увидимся всем трезвого здорового нового года и пусть 2017 год будет для вас одним из самых светлых счастливых и позитивных пусть все те кого вы любите остаются с вами не покидают вас и вы естественно дарите всем тем кого вы любите свет счастья и позитив пис